Я отдыхаю 17 дней. Простите меня домой, пожалуйста. У меня стрёмненько тут есть. Зелёная? А такую можно есть, я так любовалась ей. Уровень. А вы с вами швен, Мишня. Главное теперь не отравиться. Эти цены просто заставляют волосы становиться дыбом. Я прыгаю к тебе. Наш отель на Ламбоке организовал нам трансфер с аэропорта. Путь до отеля занял 1 час, а цена трансфера 15 долларов. Мы доехали и сразу же завалили спать. А на утро впервые за наш медовый месяц решили почилить у бассейна. Я прыгаю к тебе. Идиот. Мы сейчас на Ламбоке купили кокос всего лишь за 10 тысяч. Как раз дешевле чем на Бали. У нас хорошая гостиница. Но буквально стоит у нас 10 метров. Здесь оживленная трасса. Стрёмно. Некрасиво. И ничего не происходит. Мужчинка интересный стоит, смотрит. Видите, какой счастливый? Он алкогольчик продал. Что это такое? Что это такое? Есть один бонус-фриз. Свит Тамарин. Продукт Таиланда. И туристических местах. Тут все очень такое колоритное, настоящее. И вот мы попали на футовый рыночек для своих. И впервые вижу, допустим, я вот такую штуку. Я не знаю, что это. Мы сейчас будем покупать и пробовать. Стоит это всего лишь 30 тысяч. 70 тысяч. Да. 70 тысяч. 70 тысяч. Спасибо. Спасибо. Мы идем сейчас к пляжу, который абсолютно нетуристический. Сюда, наверное, приезжие не ходят. И зацените весь ужас ситуации рядом. Стрёмно. Нам нужно пообедать. И мне стрёмненько тут есть. Ну, креветки есть. Видите, как готовят рыбу? Но они на продажу. Нам не разрешили купить. Но выглядит круто. Это, наверное, что, не на всю семью, что ли, готовят? Зеленая? А такую можно есть. Я так любовалась ей. Ну, давайте попробуем. Да? Окей. Сколько? 40 тысяч. 40 тысяч. Окей. Окей. 40 тысяч. 80 гривен такая рыбка. Я реально на снорклинге любова... О! Кальмары огромные. Кальмары. Любовалась этой рыбой. О, Господи. Кальмары. 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 А они свежие, спроси. Кальмары. 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 Окей. И креветки, смотри. Да? Окей. Скоро. 35 тысяч. Сколько? 35 тысяч. 35 тысяч. Да? Да. Может быть, у вас больше. Потому что это очень широкое. О, давай такое уголь. Давай. Ламбаен. Ламбаен? Ламбаен. Ламбаен. Окей. Ламбаен, окей. Вес. Тут забавно. Спасибо. Спасибо. Высокие, высокие, высокие. Он разделывает рыбу на камни, где тонна, тонна жутки. мух и я уже жалею что сюда пришла потому что когда я это увидела соответственно и на костре все спалится правда лучше на это не смотреть удастся монтика вишка в ресторане до уровень а вы сами шли не риск привет это самая наглая и неуклюжая курица которую я встречал если у вас есть возможность вызвать местное такси пользуйтесь этой возможности потому что можно доехать по очень низким ценам здесь таксисты ездят по счетчику если это официальная служба на бали есть умер на обе цены самые низкие есть еще несколько служб если вы видите что едет официальная машина такси да тут они с фишками они разукрашены определенным образом то есть тут не прогадаешь узнавать едет ли он по счетчику это будет намного дешевле для вас чем ловить кого-то просто дороге вот такие дела это полезная инфа от меня представляете меня не тебе снимаю на видео как ты платье еще два дня тут и 3 дня на бали еще пять дней это особо ламбок по крайней мере там где мы живем есть доступ к такому пляжу ни о чем с ресторанчиком таким цивилизованным на берегу доступ в каком смысле за 10 минут на такси сюда можно приехать у нас хороший отель это радует реально хороший отель ну вот все остальное это просто пустошь какая-то вокруг из-за того что нечего делать у нас сегодня ленивка день день сливка ленивка завтра опять начнутся приключения мы поедем на крутые красивые острова но в общем мы не унываем я так точно я сегодня настроен встретить закат покупаться в бассейне вдоволь наконец-то потому что до этого у нас были бассейны но нас тупо не было это времени вот и в этом уже бассейне мы будем петь джин со швепсом и потом смотреть киношечку такой вот один день у нас перезагрузки а завтра мы отправляемся на гили мэно из гавани которая будет называться будет называться она называется и называлась и будет называться поминанг мы нашли довольно душевый отель номер стоит 30 баксов по сути он должен стоить наверно баксов 70 учитывая что включен завтрак очень вкусный и очень сытный большая порция до цивилизованного пляжа на котором сейчас мы находимся добраться можно на такси за где-то 10-15 минут убера на ломбоке нет есть только bluebird такси из мобильных приложений поэтому скачивайте bluebird такси и за 30 тысяч рублей приезжаете сюда тут такой европейский цивилизованный отдых чистенькие пляжики беленькие столики ресторанчики через дорогу от нашего отеля есть такой трушный рыбацкий пляжик с грязным черным песком черно-серым вонючими варунгами но мы там покушали гору еды и морской до 140 тысяч рублей при этом мы заказали рыбу громадного кальмара креветки две порции риса кабачки какие-то нам еще дали два кофе балийских еще две бутылочки воды нам дали мы даже не выпили и за все мы заплатили 140 тысяч руб это 280 гривен где вы пожрете такую гору морепродуктов за 280 гривен главное теперь не отравиться и мы не отравились стать еще важный момент ламбок остров мусульманский и по опыту шри-ланки мы немножко насторожен относимся к мусульманам потому что они довольно агрессивные были на шри-ланке вот тут же все нам улыбаются и все добродушно настроены в общем люди приятны пока что мы отклоняемся к тому что лучше бы мы остались один день на чинингане и один провели еще в горном регионе бали там на озерах водопадах потому что во первых сюда добираться надо на самолете рейс часто задерживают оказывается что индонезийские компании lineair wingsair практикуют очень часто запаздывание рейсов и мы вчера потратили весь день на дорогу очень устали сегодня проснулись в девять утра вообще впервые обычно просыпаемся в 6 6 30 ну и честно говоря тут особо делать нечего мы хотели ехать на водопад у нас просто нет сил потому что дорога на водопады от нашего отеля заняла бы три часа в одну сторону на машине поскольку нас уже от машины переездов немножко подташнивает мы решили сегодня сделать такой тюленью отдых нельзя сказать что тут очень красивый пляж все напосредственный обычный пляж поэтому принципе ламбок наверное он хорош но сюда надо ехать в начале путешествия когда у вас еще есть силы на водопады на подъем на вулкан ринджане ну что там действительно очень красиво но надо подниматься один день и потом еще день спускаться как минимум закладываете три дня на пребывание у вулкана плюс дорога и так далее так далее мне не пытаюсь оставить 17 дней мама я отдыхаю я отдыхаю 17 дней тут есть большая проблема очень-очень очень дорогой алкоголь после украины с нашими ценами эти цены просто заставляют волосы становиться дымом это 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 нет нереально у них вино стоит в переводе на гривны гривен 600 бутылка самого простого белого или красненького вина это не что-то изысканное нет просто у них весь алкоголь экспортный единственно что у них есть это пиво бинтанг да он называется местная вот вот здесь бутылочка стоит где-то гривен 50 гривен 40 зависимости от того где вы конкретно ее покупаете в супермаркете либо где-то в ресторанчике на берегу что опять-таки дорого это очень дорого потому что это бутылочка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0